Аномальная погода. Беларусь окутала летний зной. Пить много водички, стараться находиться в теньке. Что помогает горожанам пережить жару. Смертельная тонна. Отечественные таможенники изъяли крупнейшую в истории республики партию наркотиков. Я знал, что он мне говорил, что я машина. Как злоумышленники перевозили запрещенку. Город достижений. Бобруйская славянка вошла в книгу рекордов страны. Внутрь изделия вшиваются специальные такие пластины. Чем прославилось знаменитое предприятие. А также выплаты на карту, ценовая политика и последний рывок. В вузах Беларуси завершилась подача документов на бюджет. Какие нововведения ждут абитуриентов? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко поддержал предложение Министерства иностранных дел. Беларусь 19 июля открывает безвизовый режим для еще 35 европейских государств. В то время, когда ближайшие соседи синеокой в попытках больнее уколоть, запрещают въезд в ЕС-машин с белорусскими номерами, наша страна не бьет ответными санкциями. В планах белорусской стороны нет намерений принимать симметричные меры против граждан Латвии. Наоборот, мы открыты и заинтересованы в развитии контактов с соседями, в том числе при использовании действующего для отношения безвизового режима для посещения нашей страны. Уже два года, напомним, безвиз открыт для граждан Польши, Литвы, Латвии. Порядок въезда и выезда разрешен через все пункты пропуска. Для пересечения рубежей необходимо иметь при себе действительные документы. Срок пребывания в республике не должен превышать 30 суток. Большой улов. Белорусская таможня изъяла более тонны наркотиков и психотропов. Участники преступной группы из Белоруссии и Польши смогли организовать крупный канал для поставки запрещенных веществ. Снабжение осуществлялось использованием автотранспорта, участвующего в международных грузоперевозках. Смертельный дурман прятали в запасных шинах. Специалисты изъяли и более 700 килограмм особо опасного психотропа и 368 килограмм гашиша, приблизительной стоимостью почти 20 миллионов долларов. Причина задержания? Знаете по какой? Контрабанда, перевозка контрабанда. А в чем заключалась ваша роль в контрабанде? Перевезти колеса, в колесах что-то было? Да. Что? Не знаю. Кто вам эти колеса передавал, какая схема была? Коляки. А как схема происходила? Кто приезжал, допустим, возле, где остановился, ну, где они тут паркинг найдут, ну, здесь, недалеко. И когда приезжали, просто молча, блин, я знал, что он мне говорил, какая машина. Я подъезжал, все, и они выгружали. А все машины были на польских номерах. В отношении групп лиц, действующих по предварительному сговору, возбуждены уголовные дела. Информация о задержании по линии Интерпола будет передана польским правоохранителям. Активный туризм, базовый счет и новый урожай. Почти все регионы завершили уборку озимого рапса. Сколько весит республиканский каравай? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Новые рекорды от белорусских аграриев. Вес республиканского каравая с учетом рапса – около 2 миллионов тысяч тонн. Лидируют закрома Брестской области. За ними следуют хлеборобы Минской и Гродненской. Во всех регионах, кроме Витебского, уже завершена уборка озимого ячменя. В Беларуси с января зафиксировали 159 случаев нарушения ценовой политики в торговле. Такую статистику приводит март. Ведомство привлекло к административной ответственности 81 должностное лицо, 44 физических, 40 юридических, 12 индивидуальных предпринимателей. Сумма штрафных санкций с учетом материалов прошлых лет – более 1,3 миллиона рублей. С января проверено уже более 1800 объектов. 98% белорусских пенсионеров уже открыли специальные счета. Для тех, кто не успел, выплаты в этом месяце будут осуществляться, как прежде, через почтовые отделения. С июля, напомним, пожилых людей, которые проживают в городах и не достигли 70-летнего возраста, перевели на получение выплат через банки. Свои услуги предлагают 8 крупных отечественных финучреждений. В будущем их число может увеличиться. В вузах Беларуси завершилась подача документов на бюджет. На платное принимают до 1 августа. В этом году количество мест за счет государства выросло до 30 тысяч. В перспективе обеспечить страну нужными кадрами, прежде всего медицинскими и педагогическими. Без экзаменов могут поступить победители Олимпиад. Также региональные университеты берут отличников и выпускников профильных классов без вступительных испытаний на практически любые специальности. В следующем году в Беларуси появится реестр инструкторов по активному туризму. Этот вид – один из самых массовых в республике. Он включает в себя использование спортивного инвентаря – велосипеды, байдарки, сабборды и лыжи в зимний период. Сейчас разрабатывается нормативная база. Менторы пройдут аттестацию, а после успешной сдачи экзамена будут включены в список и получат соответствующий бейдж. Опасные последствия. Минлесхоз призывает воздержаться от посещения лесов. Разбушевавшаяся непогода наворотила дел по всей республике. Больше всего досталось Гомельской и Могилевской областям. Сейчас там активно ведется разработка буреломов и ветровалов. Специалисты бьют тревогу. В ближайшее время массивы – зона повышенной опасности. К слову, в Бавруйске и районе спасатели ликвидацию впоследствии завершили. Убрано 46 деревьев. Подразделения МЧС помогали населению и организациям в распиловке и уборке их с проезжих частей и территорий жилых домов. Летний зной. Беларусь атаковала аномальная жара. В отдельных регионах страны воздух прогревался до плюс 38. Синоптики ежедневно объявляли предупреждение. Как Бавруйск справляется с горячей порой, знает Роман Костюков. Последние дни белорусам пришлось не сладко. Жара держалась выше 30 градусов. Периодически шел дождь, но это не спасало. Повышенная влажность вкупе с пеклом – то еще испытание, с которым каждый справляется по-своему. Жара страшная. Спасаемся холодными напитками. Тенечек, конечно. И у воды. Обязательно полдня у воды провести. В основном мороженым либо холодными напитками всякими. И на речку, и в бассейн. Но в основном с детьми вот в парке. От летнего зноя страдают не только жители города, но и многочисленные цветочные клумбы и зеленые насаждения. Чтобы спасти от палящего солнца тысячи растений и сохранить яркий городской облик, предприятие переходит в усиленный режим. Работы ведутся в каждом уголке. Коммунальное инвентарное предприятие города Бобруйска, ДЭП, заботится о растениях и работает сейчас в усиленном режиме. Растения поливаются в вечернее и утреннее время. С девяти вечера до шести утра и с шести до одиннадцати. С увеличением температуры воздуха растет и потребность у людей в охлаждении. Возле точек реализации мороженого, прохладного кваса, морса и многих других напитков – ажиотаж. Когда жарко, у нас берут только мороженое и попить холодный морс. Люди в основном любят кисленькое. Вот мохито, сорбет вишневый любят. Стараемся все время продавать, чтобы было твердое, но, как видите, солнце у нас не щенит. Палящее солнце, высокая влажность воздуха могут привести к перегреву организма. Особенно трудно в этот период приходится пожилым людям, детям, а также тем, у кого есть проблемы со здоровьем, особенно болезни сердца и сосудов. Чтобы не попадать в такие ситуации, следует в такую жару не посещать какие-то открытые солнечные пространства, пить много водички, стараться находиться в теньке. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями и детей. Прохладная вода притягивает возможностью охладиться, поплавать, понырять и поиграть. Но такой досуг только со стороны кажется безопасным. С начала года в водоемах страны погибло более 165 человек, а свод ежедневно информирует о все новых происшествиях. Зачастую жертвами стихии становятся дети. За примером далеко ходить не нужно. В начале июля Березина унесла жизнь 17-летнего парня. Поэтому именно с такой категорией детей, с подростками мы чаще стараемся видеть, видеться, проводить с ними мероприятия, достучаться до каждого. Одно сменяется другим. На неделе белорусы стали свидетелями буйства стихии. Вскоре небесная канцелярия снова преподнесет сюрпризы. Из-за грозового фронта, ливней и сильных порывов ветра 18 июля объявлен оранжевый уровень опасности. Как говорится, от панамки к зонтику. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Покоряя высоты производства. Бобруйская славянка в книге рекордов Беларуси. Славу и звание рекордсмена предприятию принесла куртка с нагревательными элементами. Уникальная технология позволяет демисезонному предмету гардероба превращаться в зимний и наоборот. Одежда может поддерживать температуру от 25 до 55 градусов. Внутрь изделия вшиваются специальные такие пластины, на которых нити, специально карбоновые нити, которые нагреваются от пауэрбанка. Пауэрбанк сегодня у многих используется в качестве подзарядки для телефонов, для компьютеров. Поэтому вот такое совмещение будет очень полезно. Каждый год славянка удивляет своих покупателей новыми идеями и оригинальными решениями. Цены на продукцию выгодные и доступные. Стоимость на любой кошелек. Для мужчин в ассортименте традиционные черный, серый и синий цвета. Женская гамма учитывает современные тренды. Приглушенные оттенки розового, лилового, бежевого, молочного. Сразу после нас сирена. Мы коллега Роман Костюков с обзором страшных новостей из жизни города. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok